Это будет просчитано из книги «До слова Божия нету» 2 Тимофея 2.9 Николай Балашов иеромонах Афанавил Судников. Страница 115, ему мелко, я в борт перевел, досчитаю. На склоне лет своей жизни многое приходится пересматривать, перетрясти в ином свете, при наложении уже накопленного опыта жизни. Есть вопросы, которые высвечиваются теперь иначе. Нас росло в семье пять братьев и пять сестер. Почему одни стали верующими, а другие сделались отступниками или же вовсе не пришли ко Христу? Почему именно в наш дом пришла Библия в нашей деревне впервые? У родного моего дяди Степана, брат отца Тихона, пять детей. Воспитание было строгое, не сравнить с нашим. Столько молитвы не знали. Мы же сотую долю того не слышали, сколько его дети. И никто из них не пошел таким путем, хотя по крайней мере двое и признают, что-то есть там за гробом, но не более того. У нас отец хотя и хотел, чтобы за стол молились, а когда кто придет, то ушли бы в горницу, чтобы никто не видел. А вообще-то, ради этой жизни временной было не против, если бы кто занимал большой пост и даже, может быть, и вступил бы в партию. Это я стихотворение отцу писал давным-давно. Как в басне «Надобно ж беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа». У нас дома были иные условия. Мы слышали такие слова, которые дети дяди Степана отнюдь не слыхали. И жили они лучше нашего. К них было больше божественных-то, и однако... То есть у нас отец, когда выпивал, он и матерился, и все было. У них дяди никогда не было, никто не слышал. Даже нельзя это вообразить было. Нас вовсе не принуждали молиться. Не били на каждом шагу, этого не было. Правда, мать за чуприну потаскала, да постигала старшего закурева. И мне попало. Но в общем климате было что-то такое неуловимое, что вот просматриваю уже много раз. Даже ездил в ту местность, чтобы как бы на месте еще приблизить ту обстановку и понять, что и как действует на душу человека, приводит его ко Христу. Благодать. Это главное. Далее. Сам человек. Это соответствует тому, что говорит Святая Библия и Святые Отцы. В этих словах нет ничего нового. Открытие я не сделал. Но как каждый шаг, каждое слово ребенка, есть для него открытие, так и для духовного разумения. Вспоминаю слова Иоанна Златоуста, когда он говорит, что ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Игнатий Бринчанинов говорит, что кто говорит о любви Божией, не испытав страха Божия, тот лжец есть. То есть, если же кто и говорит, что он пришел только ради любви, и при том сразу же только от того, что полюбил небо Христа, и только по этой причине, то нужно проверить себя, все ли ладно. На первом месте начало мудрости страх Божий, страх мучений. Ощути ад, как говорил Силан, мысли твои держи в ааде. Вот это чувство испытал протопопов вакуум, когда понял, увидев павшую корову соседа, что и он умрет. Хотя и дитя еще, что и ему не миновать участи всей земли. И вот это описано в Балаварьяне, в житии Варлама и Асапа. Об этом как раз хотелось узнать. Знают ли люди Критча Соломона, 1 глава 7 стиха, о страхе Божьем. Я именно через это прошел. Смерть. В детстве все бегали с ножичками. И на пасьбе печки разные вырезали в земле, и сусликов обдирали. Обдирать-то надо. Двенадцатилетний парнишка ловил сусликов. Проезжал товарищ на коне. Крикнул его. Он собрал свои орудия и к нему на телегу. Прыгнул-то животом, настропили на телеге-то, а ножичник был в кармане. И перерезал в паху вену. И он через несколько минут умер. Мы пригнали коров. У меня было сбитое от коня место. Был нездоров. Но когда вечером того дня сказали, что Лушпаненко зарезался, все было забыто. Парень был с другого конца деревни, не наш, как бы. Туда мы не ходили. Но я его знал. Тут же перекинул все это на себя. Вот он был, и вот нет его. Лежит он, зароет. И как будто и не жил. Как же так? Размышления о смерти весьма полезны и ребенку. Большая беда, когда они отучают от лжи. Табак и выпивка – это крепкие запоры, через которые редко какая душа вырывается к свету. Что и случилось с моими двумя братьями, которые так и пребывают в безбожии и в этих пороках. Уважение к старшим везде, где бы то ни было. Стыдливость, трудолюбие. Вот на что надо обращать самое строгое внимание. В корне, пресекая лукавство, трусость. Весьма полезно, думаю, ребенку всегда показывать, что значит уже здесь на земле быть верующим. Говори. Воистину воскресенье. А что ты так? Пасха разве? Ну ладно, говори. Какой? Нет. Ну я знаю, Кошиновщук. Да, да, да. Вот, по-другому, Геннадькова, Афганя. Ну. Спасибо, передачи. Помните его? Козловых, Козловых. Козловых. Да. Да. Прошел шут. Прошел 24 августа. Должно, с 9 часов утра, до 7 вечера. Верующие собрались, никого не допустили на этот суд. Никого не допустили на суд. Это Америка, да. Никого. И решение, куда-то, учитывая желание детей, оставить родителей на 2 года. Ну, ну, ну. Я это знаю, у меня уже это давно материал в руках. Ну. Да, я знаю, Александр Людмила. Ну. Ну да. Ну еще дальше-то. Ну, а что он не удивляется, что телефоном звонит-то? По телефону же тоже нельзя, надо дальше, как Диамит, епископ. Ни интернета, ни телефона. Даже странно слышать это от Баптиста. А то, что сам ничего не делает в этом вопросе. Да у нас-то нынче крестились-то, все через интернет пришли. А нет, он упорный. Ну, и сказал, да и сказал, только увлеклись интернетом. Как можно увлечься? Каждый день новые люди приходят. Что значит увлечься? Увлекся и... Ну, не можем мы, доски не везут, щебня нету. Мы не можем недоделанную работу бросить. Никто не сделает. Иначе все весна вода сметет, если мы не закончим. Так что молитесь, чтобы как-то нам Господь пособил, и тогда бы мы выехали. Закончить работу. Ну да, хорошо. Виктор-то там у вас сегодня. Да, пусть он у нас. Ну ладно, с Богом. Пусть там оленько топит, Миша, чтобы что привезли помидоры-то, не померзли в избе. Отошел. С Богом. Татьяна Капустина. Новости из Америки. Разрешили, у которых родители отняли, они срок отсидели, там по пять лет кажется, что ребенка наказали. Разрешили на два года еще в Америке остаться, держаться за Америку, дети там. И встречать запретили, только по телефону. С родными детьми. Семь детей отняли. Одного отняли грудного. Полностью промасоненная страна. Еще они хотят спрашивать. Ладно. Весьма полезно, думаю, ребенку всегда показывать, что значит уже здесь на земле быть верующим. У верующих все по разуму, вздумая о других, о последствиях. Тут не надо смотреть, сколько затрачешь времени на это. Интересно, вот сейчас у меня я поставил ролики, ну специально как есть. Показал, как селекция идет, отбираешь голубей, заколешь, как поднялись, ой-ой-ой, тут воробьенок я иду, а уже застывает, и он полудохлый воробьенок на земле. Уже снег выпал-то, ну я его взял, кошки бросил, ой, его отняли. За это разве можно? Он вам доверился. То есть, очеловечивание. Антропоморфизм называется. Безумие полное. Каждый день 18, сегодня даже больше 20 тысяч абортов, и как раз эти люди и говорят. И даже ни слова нигде об этом нету. Ни один не говорит-то. Полностью смещение понятий. А смерти не-не. Ну же все, идите-то, откуда это мясо, откуда это птичка, курицы и прочее-то. А вот так показать себя надо. То есть, все лживое, все гнилое. Человек должен видеть все. Как заколят скотину, мы с детства это видели, и никогда это никто не прятал. А что прятать? Приносили когда в жертву, и священник колол голубей, и тут же ребенок стоит. Видим фильм, и Иеремия, тут же он пришел, маленький ребенок, и тут же в жертву приносят овна. И когда это можно было, как можно прятать? Авраам бы сказал, Исаак, отвернись, тут попался баран, я его сейчас колоть буду, чтобы ты не видел, а сжигать тогда вместе будем. Ну безумие полное. Дети это все видели. И вот Искупление, фильм показывает, как он отбирает Иосифа самого лучшего, и знает, что колоть будет с детства, и везде это знают. Не знают это там, может быть, где-то, в таких вот семьях. Мы держали, говорит, поросенка, и так привыкли к этой Машке-то. Но она растет наконец-то. В постели спала, простыни у нее, у поросенка. Ну выросла, кровати ломаются, больше центра. Ну и что? Соседа попросили. А вон резала, она визжала. Так мы все как плакали. Ну и понятно. Сделали его не тем поросенкой, кем надо, это и жалко. Ну а дальше то, что решили никогда не держать. У других собака. У нас тут было. Душей гуси. Гусей душит. Ну что ее? Ее нельзя не отпустить, ничего она подряд все душит. Уничтожать. Уничтожили. Ой-ой-ой, как было разговоры. Ну то есть, совершенно люди не знают свое место в жизни. Меньшие братья. Какие они братья? Скотина, она не понимает ничего. Хотя и чувствует. Идем дорогой. Это мы с детьми, это я пишу письмо. На пути лежат и проволока, и стеколки, и железки разные, и камни. Мы с детьми тут же проводим беседу, что самое удобное именно нам убрать это с дороги. А кто едет на машине, ему и неудобно это сделать. И упасть может кто-то на мотоцикле или на велосипеде. А кто-то и ногу порежет. Берем и несем, или к столбу, или в куст, чтобы не попало под косу на хлебном поле, или на покосе. Это железно это. Помни о тех, кто пойдет после. Какой след ты оставишь. Потом им уже и не говоришь. А дети-то идут, и после них чистая дорога. И другой раз несут далеко. Ищут, куда бы положить. Стекла же где-нибудь в сторонке. Вырыв ямку в землю и зароем. Расчищайте дорогу, ровняйте. Учение непрерывное делом. Тоже и сам делаешь. Малое вроде бы дело, но оно окупится сторицей. Вот пришли на пруд рыбачить или купаться. Там дальше второй пруд. И кто-то нагадил на самом том месте, где наш пункт остановки, или там бутылки биты. Это вспомнив соответствующие места писания и повторим вслух для памяти. А потом, мог бы это сделать верующий? Да никогда. Не делай то, что тебе не нравится. Не делай ближнему то, что себе не желаешь. Все зароем, вынесем подальше. Лежат осколки из сетки от мордушки. Мы относим подальше. И ребенку уже дается размышление, для чего мы отнесли, никому не нужно и спрятали. Для того, что после нас придет безбожник, одержимый духом разрушения, духом зла, как уже и видите. Сколько раз на стекла натыкались в воде, резали ноги. Он все бросит в воду, чтобы кто-то кому-то сделать зло. Так? Поэтому уменьшим работу дьяволу. Не дадим ему повода, ибо он ищет повода сделать пакость людям. Как страшно жить без Бога уже здесь на земле. Как горько остаться без совести. Что и случится с нами, если не будем стремиться к Богу. Эти люди делают еще худо. Они и не думают. Они просто бросаются с крутизны в воду, тонут. Они не ведут, что худо творят. Это без Бога. Вот пьяный. Он разве хуже нас? Но он другим не может быть, потому что сердце его не отданно Христу. А если от нас Бог отнимет благодать, то мы в сто раз хуже, дурнее его, этого несчастного будем. Нужно крепко держаться за лизу Христа, за его руку пронзенную. Дети, всегда смотрите, чтобы не огорчать Бога. Где человек с Богом, там радость, там порядок, там нет порчи. Бог наш есть, Бог порядка. Я сторонник, чтобы дети были самостоятельными, в пределах разумного. В игры их, если у них нет жестокости, бесстыдства, не стоит никогда вмешиваться. Но мы идем по полю. Тут из подвали указывается на всю красоту, на загадочность, на целесообразность, на взаимную связь. Это огромная школа для сердца и ума, и для души и детяти. Остановимся при входе в нашу местность, обязательно помолимся, и при выходе из леса, или при входе на кладбище, это уже всегда так. Небольшая, не более пяти минут молитва своими словами. Вот мы на лугу, прекрасные полевые цветы. Их скользят на сено, нет тут занесенных в красную книгу, может и будет, букет сорвать, пусть радуются. Подходим к березке, где всегда молимся, это наша молитвенница, в кавычках. И все присмирели, встали на колени, помолились за тех, кто в узах, кто на одре болезни, кто не может видеть этого леса, облаков, цветов. Слышать этот живой оркестр птиц, дышать этим чистым, чудным воздухом. Бывает, у души ребенка воздохнет о неведомых нам страданиях, страдальцах. Потом чуть рассказать, чтобы боль неведомой доселе стала его болью. Не нужно витийствовать, строжиться без нужды. Пусть резвятся, Бог не осудит моего олененка, пусть прокукует свое кукушечко в белом платьице. Берем лесную малину, аукаем, и сближаясь на несколько минут, прославим Бога за чудные его дары. Все это школа, все это кирпичики, фундамент веры, будущей семьи. Что ты в своей биографии расскажешь, если видишь, что может быть полезно, как мы тут жили, бегали, берегли все в лесу. Боялись себе, и малое дерево на потребу спилить, а теперь и они видят все варварство. Пришли нынче мы на пруд купаться. А то деревни-то еще не начинали строить, а уже лагерь-то был-то. А на берегу много мертвых грачат. Недалеко роща мы там были вчера, брали в руки этих птиц, они из гнезда выпали и снова посадили их на место. А вот кто-то сходил после нас-то, принес их, обрезали лапки, разодрали жестоко невинных. Тут уж будет большой урок жалости, тут осиновый кол садизму. А ведь Бог мог бы не его, этого птенчика, а меня, тебя сделать таким, и что бы тогда. Птенцы ворона взывает к Богу, говорит, его много печальные. Дома кошки не дали воды, а почему? А если бы тебя Бог сделал кошкой, то понравилось бы. Посмотри, какие печальные глаза у коня, а его еще и бьют, дадим ему хлеба, он и нас на себе прокатит. Беру коня под усы, пастухи дали, и бегу, а дети по переменке сидят, трюхают в седле, не доставая ногами до стремени. Эти уроки я сам получал у природы, это мне не надо проходить курсы. У нас так было, любили каждую пташечку, гнездышко бы ее не разорить, не повредить родничок, да почистить его. Дети видят, как мы грязные возимся уже второй день, выправляем родник. Это им урок, а они уже его берегут, ценят, и чтобы капля худого в него не попала. Бог назирает и воздаст тебе тем же, что сеешь, вот такая полынь взойдет. Ночь, комары, луна восходит, выводим детей на пшеничное поле, чтобы посмотреть, как пшеничное поле волнами колышется, как кричит перепелка, тучки покрывала на луну накидывает. Припомнишь им и стих Пушкина, и как было у нас в детстве, когда потерянную овсу искали, как овсу ночью ужин несли насторожение по снегу, как я один шел по бору и слышал вой волков. Отпускать детей в лагерь, в детсад или в интернат в безбожный-то значит потерять их. Мы росли при родителях, каждый шаг был к дому, но не к театру. Какие были одежки не носил в детстве-то, что бы ни ел, будь то и царское, уже все было бы не мое, вырос бы из них уже. И опыт жизни шелеста полей, змей запущенной, бумажной, посаженное мной дерево, сделанные скворечники, вот это стоило, эта рыбалка, всего этого босоногому детству уже не приложить повторно. Весна, приближается Пасха, утомились в пасте, всегда строго держали его. Считаю, что дети и должны так же поститься, если не малы и не больны при этом. Нам уже отсаженным от груди молока не давали, никогда, и ничего, нет больных диабетом, желудочником, все десять живые и не жалуемся. Зато какое счастье ожидание дня Пасхи. Вот мама начинает уже готовить, рамы выставляет, все натерто, пол желтый, хвощом протирают, моют, хвощ прошелся по некрашенным половицам и по потолку, по полкам, по столу, везде что-то сбереженное печется, пыхтит, запах издает. Великое ли дело, кому сколько яичек курочка снесет, а помнит, вот уже и в таком возрасте душа. Суббота, это на безродных, сколько курицы снесет, родительская, так учили нас, пятница, самому маленькому, и так далее, заранее отец высчитывает и начинает всегда недели за две до Пасхи, бабушке, вот сколько в этот день снесут, столько яичек отдать, а курицы все больше к теплу несут яйца, и последнему, вон уже сколько будет, все его, ему отдадут. Благословение Господне нас касалось, помяни Господи родителей наших живых и мертвых во царстве Твоем, ночная молитва, свечи, христосование, перед Рождеством ждут нас сырчики, олябушки, творожники со сметаной, замороженные, их много, но есть нельзя, старший брат не боялся, брал. Вот тут уже было начало большого водораздела. Чтобы я не пожаловался, что они курили с двоюродным братом, они повалили меня, нос зажали, это я в рот окурок, бычок, сунули. Вдыхнул, все, ты тоже курил, теперь не расскажешь. Но до многого доходили сами, по наитию. Но и против ничто не влекло, не было у нас товарищей неверующих. Тут огромная пропасть, кто связался с безбожной компанией, или входит в дом к таким, или вводит к себе. Это уже повестка в суд. Это тризна души. Сделать все, что только можно, чтобы связи не было с безбожеством никакой. Идолов сжигать. Образ Христа воздвигать. Кресту Твоему поклоняемся Христе. Дружба с миром есть вражда против Бога. Авторитет Библии святой и Слово Божие Христа воздвигай всюду, во время и не во время. Пожнешь в свое время, если не ослабеешь. И чтобы дети не проходили в школе, все разбери во свете Библии. У тебя дела, тебе некогда? Пожалеешь. Брось все. Созишь иди алтарь Христу в сердце ребенка. Да не погибнешь из-за неверия. Сокруши ребра безбожества. Если не ты, то кто же? Если не сегодня, то когда же? Спеши же, не умедли же. Отдых. Как? Где? С кем? Иоанн Затауз говорит, что нет лучше отдыха, как провести его с семьей в сельской местности. И тело отдохнет, и от суеты, и городского шума подальше, и соблазнов меньше. Видишь все, что Бог создал и прославляешь Творца. Мы жили в деревне в 150 километрах от Барнаула. Деревню нашу потеряю, Хрущев еще уничтожил-то, а Брежнев доконал. Люди разбежались, а мы каждый год туда и приводились ездить. Вначале просто так, с одним одеялом или Бизонова. Комары и Машка нас занимали. Спать искали копну прошлогодние или нынешние соломы. Так как солому жгут каждый год, то и не всегда найдешь такую. Потом через несколько лет купили сетки на комарнике. Легче стало. Потом перешли на палатки. Разорились. Купили. Порешили. Перешили. Из двухместных сделали на 6-7 человек. А сверху пленкой. Приплюснутая получилась лепешка-то, но дождь не всегда протекает. Да и не на улице. Выйдешь на разъезде подстепной, и сразу же сердце защемит. Такое все родное. Трава по пояс. Столько раз не схоженная. Если летом, то уговор только босиком ходить. Вначале ропот от некоторых, а потом втянутся. Терпят, морщатся, а ходят. Лето 1987 года пробыли там 42 дня. Это мне награда за все, с чем надышался по камерам, по вагонам. Роднички воды свежие, на разъезде молоко покупали. Бегали туда за 4 километра каждый день. Да смотришь, и восход, и закат, и звездочки, облака, и травы, и цветы, и корни, и деревья, птички разные, звери. Есть где купаться. Да разве это можно сравнить с тем, чтобы быть где-то в увеселении в городе, или даже поехать куда-то в Сочи. Там все по часам. Есть что дадут, люди чужие вокруг. Тут все инощи, все свое. Душа, душа отдыхает. Ночью и утром, и днем, и вечером общая молитва. И сколько раз получено благословение. Для детей эти поездки на всю жизнь. Тут формируется то, чего в городе не найти. Видят все возможное для рассмотрения творения Божия. Бегают, чувство Родины воспитывают. Учатся ценить все, что растет, что летает, бегает и ползает. Этим летом для детишек был настоящий трудовой лагерь. Столько работы пилили, копали, плели, строили шалаш, ограду, крест, рыбалка, купание. Слава Богу нашему за милость и его слава. Бескрайние просторы полей, сколько там в детстве исхожено. Столько пережито. И вот от каждой травинки от лога, пруда, воспоминания и благодарность Господу, что так дивно сохранил и нас, и веру нашу. Здесь были первые вздохи, тоска, желания неземного. Мир вам, родные наши, заждались вас в потеряевке друзья, особенно Ромку с Кирей, ибо куда не повернили, здесь следы их труда, и про то говорим всем. Вчера там был, нас было 16 человек из Одессы, из Черного моря, из Николаевска, из ближайших к морю мест. Ждем из Новосибирской области, из разных городов, из Новокузнецка, из других мест. Детей много и все разное, нужен глаз да глаз. Этому особый догляд нужен-то, затюканный вовсе и уже начинает оттаивать ребенок. Приеду, как прокурор, выявляешь такие вопросы, о которых придется судить, редить, кто первый нашел большую черную или синюю, или желтую, коричневую стрекозу, кто носил ее, кому теперь она принадлежит, тут это важно до слез. Молока в день уходит до 20 литров. Сплели несколько мордушек, 4 или 3 на втором мостике ставим-то, рыба всегда в достатке, сушим. В огороде все растет буйно, свой свежий слезун, лук, укроп, петрушка, редиска. На подходе помидоры, огурцы, капуста, картошка и горох. Это как лес растет. Палатка одна чуть протекала, а шалаш стоит, как ковщик. Тепло и сверху только шорох дождя. Так сладко спать. Говорят, что раньше помещики при крепостном праве специально ставили крепостных, чтобы лили воду на крышу через веник. Веник капель дождь бы стучал. Это полезно для успокоения нервов. Игра в городки идет так, что пастухи приходят, смотрят, когда и кто обыграет, команда на команду. Малины много, не проедают, черемуха, клубника была. Приезжает начальство районное. Три дня назад снова милиция приехала и председатель сельсовета. Поздоровались, меня подозвали, а мы их на территорию попросили. Переписали нас, благо свидетельства были у детей почти у всех. И сказали, никто вас не обижает? Да нет. А пастухи? Мы сказали, что матерится тракторист. А, это Попов, есть такое. Ну, если вас тут кто будет обижать, вы уж нам сообщите сразу в Корчино. И все так разговаривали ласково, с улыбкой. Вспоминали про тысячелетие, про религию. С тем мы уехали. А мы накануне молились, канун считали Ильи, грозному пророку, и просили его заступничество. Второе августа. А это было второе августа, когда приехали гости. Жития каждый день любят слушать. А когда пастухи утром спят долго, или в обед отдыхают, или вечером они рано ложатся отдыхать, то мы тихо разговариваем, хотя пастухи просили нас не обращать на них внимания. Дескать, все равно они не спят, лежат да курят. Но мы бледем правила сие, никому не докучать. помни, что пастухи в пределе работники, а мы бездельники курортники. Вечером мы уходим играть в парк, уже в темноте, или в третьего лишнего. Тут беготня, суматоха, виск, смех, потому подальше уйдем за Симаковский пруд, и дают там жару и в тело. А утром ищут обувь, ищут и не могут найти, и вспомнят, что за Симаковским прудом обувь одна стоит, от ног отдыхает. Ходим-то босиком, но ради порядка и с собой берем, если где бурелом в лес за малиной. Всем здесь нравится. Ждем вас, храни вас Бог. 6 августа 1988 Игнатий. Вот немножко некоторые документы. Сверхценная идея реформаторского содержания. Том 1, это я выписал, листы дела 362-367, акт 5895-80, Кемеровская областная психиатрическая больница, судебная экспертиза, врач Мазур Моисей Аронович, кандидат медицинских наук. Краткие выписки, которые были сделаны при закрытии дела. Латкин И.Т. поступил 22 июля, а выписан 9 сентября 1980 года. В стационаре в госпитале 26 октября 61 года и до 10 января 62-го. Сознание было не помрачено. Состоял на учете диагнозом вялотекущая шизофрения психоподобный вариант. Жаловался на головную боль. Это в армии. Иногда был раздражителен. Психическое состояние. Испытуемый правильно ориентирован во всех видах ориентировки и судебно-следственной ситуации. На комиссии собран и подтянут приветлив. Он хорошо доступен контакту. Ясно и четко изъясняется. Доброжелателен и приветлив с врачами. На здоровье жалоб у него нет. В беседах эмоционален, последователен, открыт. Себя психически больным не считает. Подробно рассказывает врачам, как он пришел к вере в Бога. Он воспитывался в религиозной семье, боялся греха, сдерживала его от моральных поступков вера. В душе он всегда посчитал Бога, но религиозных обрядов не посчитал. Вел обычную мирскую жизнь, ходил в кино на танцплощадке, нередко выпивал. Даже были случаи, когда напивался в стельку. После того, как вслух просчитал на ночь в казарме молитву, его отправили в психбольницу, что было для него неожиданностью. Психбольница один офицер, который находился на обследовании, посоветовал ему не менять своего себя в воинской части. В противном случае, сказал ему офицер, его могут расценить как симулянта со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть отдать под трибунал за уклонение от воинской службы. Он послушал и решил, что этот совет справедливый-то, поэтому во всех больницах молчал. Тем не менее, потребность говорить о Боге у него была очень сильная. Поэтому по вечерам в прихожей туалета вел беседы на религиозной теме с людьми, которых считал подходящими для этой беседы. Никогда не казалось ничего, не мерещилось. Все последние годы он физически и психически чувствовал себя хорошо. Под врагами он подразумевал всех офицеров, преследовавших его за веру. Он посвятил жизнь своей вере. С каждым годом все глубже умом и сердцем стремился познать Писание Божие. И кое-что стал понимать. Вместе с тем он много работал, то есть является хорошим печеньком, он никогда не нарушал трудовую дисциплину. Свою работу выполнял честно и добросовестно. Жену он очень любит и обожает. Он всегда был открыт для людей, делился с людьми последним куском. Последние годы его стали уважать верующие. Появилось много знакомых, соратников по духу и вере. Ему нередко приходилось разрешать споры в толковании священного писания среди верующих. Испытуемый обнаруживает хорошую память, знания религиозных текстов. Он приводит на память множество цитат из Библии и Евангелия, свободно оперирует своими знаниями. Вину не признает. С большим чувством говорит о своих мучениях в тюрьме. Муки его духовные и обусловлены тем, что он вдруг оказался среди матерых убийц и насильников, где нет ни одного человека, близкого ему по духу, нет единоверцев. Он скучает без голубого неба, луча солнца, без птиц. Он очень переживает разлуку со своими родными и близкими. А кажись сейчас на воле расцеловал бы всех и все деревья и зеленые веточки на них. Вместе с тем он осуждает себя за свою сентиментальность, за привязанных к земному. Он должен думать о Боге, а оказывается, мысли у него заняты земным, и поэтому он, видимо, плохой христианин. Откровенно говорит, что если бы он знал, что его духовный отец Дудко отрекся от своих убеждений, он сразу бы принял покаяние от всех этих дел и был бы уже на свободе, наверное. Однако он не знал этого и осуждать своего духовного отца не смеет. Он много понял и почувствовал за время, проведенное в тюрьме. Если он окажется на свободе, то уедет куда-нибудь в деревню, будет жить мирно, молиться, уйдет от всего. То, в чем обвиняют меня, не повторится, я отхожу от всего, какое бы решение, суд не принял. В течение всей беседы он держался уверенно, фанатично отстаивал свою точку зрения, несколько переоценивая свои способности, высказывал свою точку зрения на те или иные вопросы, связанные с его убеждением. Он считает, что богослужение должно висеть на русском современном языке, не на церковно-славянском, а на литературном языке, что некоторые религиозные отправления, по его мнению, подлежат модернизации, чтобы привлечь на сторону церкви молодежь, приобщить к вере, наставить на праведный путь. Испытуемый склозен к подвижничеству, миссионерству, религиозному просветительству. Мышление у него последовательное, логичное, связанное. Также не обнаруживает каких-либо патологических нарушений мышления в письменной продукции. Бредовых идей и галлюцинаций у него не обнаружено. Эмоционально он живой, адекватный, теплый. Интеллект соответствует культурному уровню и образу жизни. В отделении каких-либо странностей в его поступках и высказываниях не отмечалось. Он много молился, скрупулезно выполнял все предписания религиозного характера, молился совназначенный им самим время несколько раз в сутки, постился и тому подобное. Много говорил на религиозные темы, обращался к испытуемым с проповедями, говорил об этом преступникам без страха, прямо в глаза призывал к смирению. Окружающие с интересом слушали его, группировались вокруг него. С медперсоналом и врачами он был вежлив, предупредителен, не назойлив. Он благодарил за хорошее к нему человеческое отношение, выражал неподдельное изумление тем, что к убийцам преступникам так хорошо относятся. Вместе с тем он тяготится пребыванием в психиатрической больнице, просил скорее выписать его из отделения. Иногда мог всплакнуть, вспомнив родных о свободе, спал и ел хорошо. Заключение двоеточие. Душевным заболеванием не страдает. Он является психопатической личностью в скобках из круга паранояльных психопатов. Об этом свидетельствуют свойства ему характерные особенности, проявляющиеся в повышенной волевой активности, нередко выраженной завышенной самооценкой и склонностью к самолюбованию, а также склонностью к его образованным сверхценным идей реформаторского содержания. Однако степень указанных нарушений у Лапкина ИТ не столь значительной, чтобы он не мог отдавать себе отчетов своих действий или руководить ими, так как у него сохраненные интеллектуальные способности. Он обнаруживает заинтересованность в личных делах, способность критически оценивать свое поведение и регулировать свои поступки с учетом окружающего, равно как предвидеть последствия своих действий и удержаться от совершения их. Установленный ранее Лапкину ИТ диагноз параноидной шизопринии с учетом 19-летнего катамнеза при настоящем клиническом обследовании не подтвердился. Все эти годы регулярно работал, женился, не производил на окружающих впечатления человека с психическими нарушениями щедоковатого. На производстве он также зарекомендовал себя положительно и странностей в поведении за годы работы у него не наблюдалось. Он оставался эмоционально живым, адекватным. У него не имеется собственных для шизопрении нарушений мышления, проявлений психического автоматизма, а также клинических проявлений, связанных с нарушениями произвольной деятельности. У него не выявлено нарушений восприятия бредовых идей, в том числе религиозного содержания. Описано в свидетельстве о болезни диэстическое состояние, имевшее место у Лапкина ИТ в 61 году, внешне схожее с проявлением бредового психоза, следует расценивать как свойство его личности психопатическую реакцию, в скобках трудно исключить реактивное состояние, из которого он тогда же полностью вышел. Об этом свидетельствуют данные о том, что указанное психическое расстройство вытекало из психического склада личности и было психогенно обусловлено условием его жизни. Не описано также характерное для такого приступа острого чувственного бреда, психических автоматизмов и идей величия. Признать вменяемым Мазур Моисей Аронович Колесникова М.И. Яницкая И вот на этом все, потому что дальше еще больше полкниги. Богу нашему слава, Бог дал свободу и ею должно ценить, дорожить. Отошел. Мазур